История Славянского района богата подвигами наших соотечественников в военные годы. Об этих подвигах нельзя забывать. В память о великом прошлом во всем крае, в том числе и в Славянском районе, ежегодно проходит месячник по оборонно-массовой и военно-патриотической работе. На его торжественном открытии побывали Надежда Неткачева и Георгий Калинин. Воспитание патриотизма – это неустанная работа по развитию школьников, чувство гордости за свою родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Поэтому в крае ежегодно проводится месячник по оборонно-массовой и военно-патриотической работе. На этот раз его девиз – «Мы, наследники победы, славу Родины храним». На торжественное открытие месячника были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий в Афганистане и Чечне, представители общественных организаций, учащиеся школ. Открыл месячник глава Славянского района Роман Синеговский. В памяти героев и земляков, сражавшихся за Родину, с глубокой благодарностью к нашим ветеранам, с желанием воспитать в детях чувство патриотизма и гордости за свою страну, мы традиционно в начале года даём старт месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 2015 год – юбилейный. В этом году россияне отметят 70-летие со дня Великой Победы. В преддверии такой значимой даты, как никогда, важно напомнить нынешнему поколению о героическом прошлом нашей страны, научить молодёжь быть настоящими патриотами своей Родины, ценить и беречь мирное небо над головой. Многие ветераны продолжают оставаться в строю, вносят огромный вклад в воспитание у молодых славянцев, таких нравственных принципов, как честь, долг, любовь к Родине. Это такое мероприятие, которое нужно не только сегодня, ежедневно. Это прекрасная работа, это надо её вести. В знак благодарности к великим заслугам наших земляков славянские кадеты возложили цветы к вечному огню в сквере памяти. А в это время на сцене звучали патриотические песни, как дань мужеству и подвигу бойцов нашего Отечества. Воспитанием патриотических чувств и характера бойца в нашем районе занимаются многие педагоги. Для них это дело всей жизни. И не важно, пригодятся ли курсы молодых бойцов их воспитанникам. Важно, чтобы в них жила любовь к Родине, готовность пожертвовать собой ради Отечества. Ну, я считаю, важно проводить месячники военного воспитания. Ну, это нужно каждому из нас, чтобы помнили о защитниках нашей Родины. Я считаю, нужно уважать защитников нашего Отечества. Нужно их любить, помогать им, ну и не забывать о них. Это память, это история о нашем, можно сказать, государстве. То, как мы забоевывали, как мы побеждали. Тем более, мы вот ходили, мы должны это всё знать, когда это, где это происходило. В рамках месячника военно-патриотической работы в нашем районе запланирован целый ряд мероприятий, в которых будут задействованы школьники, студенты, ветераны, жители города и района. Месячник завершится в День защитника Отечества 23 февраля. Надежда Неткочева, Георгий Калинин, программа «События».